Передаю слово представителю Соединённого Королевства. Спасибо, господин председатель, уважаемый господин министр. Я благодарю министра Малайзии, Нидерландов, Австралии и Украины за то, что почтили наше заседание в своем присутствии. Соединённое Королевство глубоко удручено, разочаровано и удручено тем, что Россия наложила вето на сегодняшнюю резолюцию. Данная резолюция касалась обеспечения правосудия в отношении 298 жертв, включая 80 детей и включая 10 британских граждан, погибших на борту малайзийского Боинга MH17. Российская вето пренебрегает жертвами и является оскорблением в адрес семей. Через резолюцию 2166 Совет Безопасности единодушно согласовал, что виновные за этот инцидент должны принести ответственность и потребовало, чтобы все государства полностью сотрудничали с усилиями по установлению такой ответственности. Через свое вето Россия не ответила на данное требование. У Совета Безопасности сегодня была возможность начать процесс, который бы обеспечил правосудие и ответственность в интересах всех семей жертв. Есть чуткие прецеденты, когда Совет принимал такие действия для обеспечения международной поддержки Лакубийского трибунала для создания МТБЮ и спецтрибунала по Ливану. Это лишь некоторые примеры. Через год после падения MH17, сегодня было самое время учредить трибунал для того, чтобы послать четкий, однозначный сигнал о том, что Совет не будет мириться с безнаказанностью и что у Совета есть четкая ответственность предотвращать насильственные действия, которые угрожают международному миру и безопасности. Поэтому мы не согласны с аргументацией России о том, что данная резолюция была слишком преждевременной и неоправданной о том, что Совет Безопасности должен был подождать завершение расследования. Оперативный трибунал создать не так быстро. И если бы мы начали сегодня этот процесс, то у трибунала были бы все возможности для того, чтобы действовать по итогам расследования. Господин председатель, несмотря на вето Россия, следствие продолжится. Следователи подтверждают свой высочайший профессионализм и честность. Работают в самых сложных обстоятельствах. Мы отрицаем любые заявления о противном. Россия участвует в обоих расследованиях. Российское федеральное агентство по воздушному транспорту участвует в техническом следствии и дает материалы для уголовного расследования. К сожалению, Россия решила заблокировать оптимальный способ для создания трибунала, для того, чтобы прийти к завершению данного расследования. Действительно, через эти следствия мы сможем привести виновных к ответственности, чего и требует резолюция 21-66. Сегодняшнее вето не помешает этому. Виновные в этом ужасном преступлении не должны успокаиваться благодаря действиям России сегодня. Будет установлена ответственность, и международное сообщество должно объединиться для того, чтобы это действительно произошло. В заключении, господин председатель, я хотел бы вновь поговорить о жертвах. Для них MH17 должен быть обычным рейсом в Куалумпур, обычной деловой поездкой, отпуском, пересадкой по дороге на конференцию. Вместо этого все 298 пассажиров погибли в удаленной части Восточной Украины, вдали от дома, вдали от близких, вдали от тех, кто любил их. Те, кто остался позади, задерживают правосудие, несмотря на российские действия сегодня, мы не остановимся и будем по-прежнему идти к своей цели. Спасибо.